Будет еще один этап, но это же когда мы уже дальше пойдем, там его еще допустим. Вот здесь будет еще один уровень целеполагателя. То есть если здесь у нас потребностно мотивационно, то следующий скачковый уровень, это будет уровень целеполагательной деятельности. Он будет отличаться от всех предыдущих тем, что он не реактивен, а просто. И в случае таксисов, и в случае безусловных или условных рефлексов, или уровня инстинктов, и даже на уровне потребностно мотивационной, мы действуем реактивно. Сначала должна возникнуть потребность, потом начинается действие. Совсем простое действие или достаточно сложно выстроенное действие. Но все они только как следствие уже возникшей потребности. Мой целеполагание подразумевает, что я могу начинать действие, не имея сформированной потребности. Не надо ждать, когда я начну хотеть есть. То есть ничто не мешает тебе сделать заказ в ресторан или в театр, или заказ билетов на самолет за полгода. Вот это уже ближе к реализации. Не надо ждать, пока билеты подорожают. Ты заранее планируешь свой отрасль, потому что знаешь, что возникнет потребность. Вот, смотри, в этом же есть принципиальная разница. Это проактивное действие. Это воображение, наверное, имеет большую роль. Представить это будущее. Смотри, представить это будущее. Да, конечно, воображение в целеполагании будет играть большую роль. Ну, кстати, мы про воображение уже его разбирали. Или в форме планирования, или в форме визуализации. Или может часть того, что делается за счет воображения, может переходить за счет мышления. Это может быть продуманное будущее. Не воображенное, а продуманное. Спланированное. Спланированное. И тогда мы на два разных, либо это будет планирование, либо это будет проектирование. Очень интересный ход. Вот, например, лето запланировать, да? Очень напрямую показывает, как работает воля. Смотрите, если у меня целеполагающий проект, целеполагающая деятельность предполагает планирование, я в субботу подготовлю лекцию. В воскресенье я приду и ее проведу. Мы ее проведем вот так, так и так. Оно пойдет вот так, так и так. Получится то, то и то. И если я правильно представил вот эти вот средства и последовательность шагов, при отсутствии каких-то внезапственных факторов, вывели на задний двор. Смотри, да, если происходят какие-то изменения, например, я не ожидал, что мы будем на заднем дворе, если я его здесь не учитываю, да, я заранее не мог этого учить. Но если для меня это значимый фактор, то тогда мой план трещит по швам. Подвергается коррекции. Смотри, или я должен его подвергнуть коррекции на месте, или у меня должен быть план Б. Если, ну, в зависимости от того, было ли у тебя проектирование. Смотри, то есть, если у меня нарушается план, у меня тогда здесь свои головники. Проектирование в обратную сторону идет. Проектирование это вот то, собственно, с чего мы начинали сегодня разобраться с изменения ситуации. Проектирование это когда я хочу, чтобы мы получили вот такую вот ситуацию. Я хочу, чтобы мы получили вот так. Мне совершенно все равно, где мы будем сидеть. Я могу работать, если мы будем сидеть там, или если мы будем сидеть там, но я должен тогда изменить какие-то элементы, так, чтобы ситуация возвращалась вот этой вот, смотри, при естественном ходе, если процесс естественный, ситуация, например, начинает разворачиваться так, что вы садитесь вот так вот, вот так вот. Я не знаю, что с этим надо делать. Вы сели вот так вот, вот так и остынулись. Мне будет очень неудобно работать в такой ситуации. Я должен менять. Под мой проект я должен изменять эту ситуацию. Мне не устраивает вот эта планомерная и естественная технику. То есть в проекте должны быть главные цели и второстепенные факторы, которыми можно пренебречь, да? Да, конечно. Планирование обеспечивает, ну, сценарий, по которому ты проходишь, проектирование обеспечивает цель. Что ты в проектировании задаешь цели. Куда я прихожу, да? А дальше как-то, ну, развиваться, ну, и остальная часть цена оперативная. Смотри, планирование может становиться частью проекта. Если у меня есть определенный, если я могу разбить проект на короткие участки, то короткий участок может становиться объектом проекта. Ну, или там, например, ну, ты как по бизнесу, да? Когда у тебя... Кстати, Антон, к этому пришли, да? И поэтому ты планируешь... На двухнедельные спринты все развивается. Но проектируешь ты именно продаж. Проект может быть два года, но... И ты потом этот план, из-за того, что он как раз пошагивает, ты его можешь легко делегировать и так далее, потому что, ну, это уже конкретно. Да. Тогда получается они не параллельные, а последовательные. Или непосредовательные, как разные уровни. Это именно разноуровневые... Смотрите, именно поэтому это разноуровневые категории. Есть категория планирования, и там не нужно применять волю. Там тут, там, ну, следуем... Вот как оно катится, вот так оно и катится. Следуем инструкции. То есть силе тяжести. То, что ты вчера сравнивал вот с сурфингом. Я понял, о чем вы думаете. А проектирование, это всегда перетаскивание одной ситуации в другую. Сейчас ситуация такая, а мне нужно, чтобы она была вот такая. И, ну, вот эта вот разница между естественными процессами, когда он развивается самопроизвольно, если спичка поджог, она себе горит. Естественный процесс. Но если тебе нужно, чтобы она горела интенсивнее, тебе нужно процесс менять, тебе нужно туда или поддувать, или полить ее чем-то еще, тебе нужно управлять этим процессом. И тогда мы применяем управленческую волю для того, чтобы перемещать вот эту вот ситуацию, преодолевая сопротивление вот этого планомерного движения. Планомерно оно бы катилось вот так. А я его поворачиваю, я его останавливаю. И мы, получается, переключаемся, исходя из проекта, смотрим, как оно, исходя из текущих реалий, себя ведет. Думаю, нужно вот так спроектировать. Дальше начинаем проектировать. Думаю, опять, что планируется, а теперь вот с текущими реалиями. Обратите внимание, есть Project Manager, но нет Planning Manager. То есть вот менеджер, тот, кто доводит до конца проект или до провала, но доводит до определенного конца, он доводит именно проект, не план, а вот конкретно передвигает что-то в пространстве. Через полчаса. Раз, может, здесь на рулю вышли, давайте сейчас еще посмотрим, где она еще тут работает. Вспомните по когнитивным, то, что мы когда говорили по когнитивным функциям. Восприятие, память, внимание, мышление. Здесь вот сейчас можно хорошо посмотреть по вот этому уровню. По восприятию и вниманию. Помните, они могут быть произвольные и непроизвольные. И внимание, и память, то есть и восприятие, и внимание, и память могут быть как произвольными, так и непроизвольными. И вот на этих уровнях, особенно на первом, оно полностью непроизвольное. То есть зависит от того стимула, который нам предъявляют. То есть если стимул обладает свойствами релайзера, яркость, контрастность, громкость, волючесть, то, что для нашего вида будет именно релайзером. Поэтому если нам предъявляют паука, он может вызвать реакцию страха, потому что он выступает в роли релайзера. Он миллионы лет срабатывал как биологический релайзер опасности. То же самое со змеи. Здесь, смотрите, какая штука получается. Если вот здесь это срабатывает как непроизвольное внимание, непроизвольное восприятие, поэтому зверушки более низкого уровня проигрывают более высоким. В психическом плане низкого высокого. Смотрите. Знаете, как что это? Это как ребенок, который за стол спрятался. Меня не видно. То есть, если я зверушка, которая рассчитывает на вот это уровень, предъявить стимул, притвориться мертвой, то другая зверушка такого же уровня ее не скушает. А вот зверушка чуть-чуть более высокого уровня. Он разберется. Он сидит и посмотрит на сколько штук было. Ага. А если тебя попинает. А еще что-то? Угу. А ты действительно ядовитый или ты прикидываешься ядовитой? Или контрольных голов. Угу. Угу. А то есть, вот здесь на переходе к уровню условного рефлекса появляется возможность более произвольных действий. И, по сути, вот это развитие психики вот здесь идет как раз именно как борьба непроизвольных реакций. То есть там где... В чем, смотрите, да, то есть вот лицемерие психологической науки в чем проявляется. Я определение воли читал, да, и там сказано, что это вот свойственное человеку, ба-ба-ба-бу-бу-бу. Но тут же, когда мы учим восприятие, внимание, память и мышление, тут же говорят, что про произвольное и непроизвольное. То есть восприятие у зверушек есть. И оно может быть произвольным. Но при этом воли у них быть не может. Ну, неприкольно. Поэтому, когда читаете учебники, ну так, в этом плане, со скепсисом, с критицизмом, потому что, ну... Но тут можно увидеть не противоречие, а постепенность. У зверушек появляются элементы, которые потом могут сложиться в воле человека. Вот произвольное, смотри, даже само слово произвольное. Извольное. Извольное исходящее. То есть то, что исходит из воли. То есть у меня есть воля, и из нее исходят мои произволящие действия. То есть это значит, что воля у меня есть. Это элементы. Из них еще надо сложить волю. О, ну смотри. Может быть, да. То есть может быть элементы, а может быть уровни развития. Может быть. Не знаю. Вообще как-то очень интересно оказалось, что в психологии воля совсем слабо исследованный феномен. С ним совсем немножко поигрались в тридцатых-пятидесятых годах. Причем в основном в сторону, как ее преодолевать. Как ломать волю. Да. Но вообще как-то у психологов тема очень быстро сошла на нет. И вот в том году будем, когда в методике делать, увидите, что методик на исследование силы воли, а вообще-то раз-два и до свидания. Да. Она же как-бы не в тренде. Сейчас больше толерантность. Мотивация. Понимаешь? Чтобы все друг друга принимали. А воля – это проломить свою дорогу через это все. Да. Ну, смотри, как одно из… Да. Но почему мы… Ведь смотри, тут же очень взаимообратное. Допустим, когда ты говоришь о своем представлении о воле, как о том, что это вот свое что-то куда-то проломит, это уже сформированный шаблон. То есть тебе его где-то взяли, сделали. Ну вот давай радикальный пример. Гитлер. Человек предельной воли, правда? Угу. Его воля изменила судьбу миллионов людей. И стала плохим примером для всех… Смотри, или альтернативный пример – мой дед, который носили воли всю жизнь работал. Вот понимаешь, то есть примеры могут быть разные, но социально значимыми становятся некоторые наборы шаблонов. Но я сейчас не столько про социально значимых шаблонов, сколько про то, что вот в психологии проблема воли так, знаешь, как-то очень тихенько… Она неудобная от этого. Понимаешь, она и неудобная, и непонятная… Сложно исследовать. Сложно исследовать. Понимаешь, очень сложно понять, в чем воля проявляется. Пока что вот из того, что вот… Вот то, о чем можно предметно говорить. Воля проявляется в тех случаях, когда у нас происходит конфликт стимулов. Когда… Эксперимент с печеньками. Ну, в частности, да. Эксперимент с печеньками. Но это уже не конфликт стимулов, это уже борьба мотивов. Это… То есть это… Гранкофорочные, долгофорочные? Это, например, как с ребенком. Ты его, с одной стороны, любишь, с другой стороны, ты его воспитываешь. Да. С другой стороны, побывал бы. И вот это же появляется. Угу. Угу. Давай сейчас удержи чуть-чуть вот эту вот штуку. Мы сейчас… Сейчас… Сейчас к нему доберемся. Смотрите. На вот этом вот конфликте стимула, там, где должна сработать волевая, мы можем удерживать, например, фигуру фон. Если мы разговариваем с человеком, да, мы все время… Я вижу тебя, и я вижу фон. Мне нужно сосредоточиться на тебе. Я сосредотачиваюсь. То есть, если это нормативная плановая деятельность, ничто не мешает процессу, то волю я здесь не применяю. Я выделю, как фигуру, и разговариваю. Остальное, как фон. Угу. Но как только начинаются какие-нибудь внешние помехи, яркие стимулы, которые будут отвлекать мое внимание. Что-то биологически значимое. Например, я в коротких шортах. Угу. То есть, биологически значимые яркие стимулы. Я применяю волю, чтобы не повернуться и не посмотреть. И вернуться назад. Да, и смотри. И тогда мое удержание, восприятие. То есть, там, где я включаю внимание. Которое сосредотачивает мое восприятие. Угу. Вот они вот, да. А оно такое… Что ж там за шорты? Что ж там за Ира? Смотри. Вот здесь уже работает воля. То есть, там, где мне нужно удержать композицию, фигура, фон. Причем, не важно. Мне нужно удержать на фоне или на фигуре. Да, ну, представь, ты смотришь на экран, а перед тобой тут что-то мельтешит. А ты продолжаешь туда смотреть на экран. Ты удерживаешься на фоне, а вот эти мельтешачьи фигурки, ты их игнорируешь. То есть, избирательность, вот свойство избирательности восприятия. Или, наоборот, свойство распределения внимания и расширения объема восприятия, когда мне нужно одновременно удержать всех в поле зрения. И не дать… Да, смотрите. То есть, у меня внимание управляет восприятием. Но внимание подчиняется, в данном случае, воле. Угу. То есть, у меня трехступенчатая сразу складывается схемка восприятия. Ему все равно, что воспринимать. Ему должно внимание указать, сфокусируемся, переключаемся или распределяемся. Угу. Причем, ну, то же самое, если мы перенесем на память или на мышление. Мне нужно думать о какой-то одной конкретной мысли. Мне нужно расширить свое поле мышления. Мне нужно цепочку ассоциаций построить. Или мне нужно построить умозаключение какое-то. Угу. И я тогда удерживаю свое через внимание путь движения мышления. Или речь. Я рассказываю что-то. Мне нужно внимание, которое будет удерживать поток моей речи вот в том, куда я хочу рассказать, а не куда меня ассоциациями сейчас будет бросать. Угу. Угу. А вся эта штука становится под контролем воли. Потому что она обеспечит либо активацию какого-то действия, либо торможение. Причем это начинается именно с активации торможения на уровне нервной системы. Мне нужно какое-то действие растормозить, активировать. Ээээ. Эээээ. Вспомните мы когда про стресс говорили. Быстресс реакция, ступор. Угу. Зверушка замерла. И сидит. А собака подошла уже совсем близко-близко. Ей нужно, вот этой зверушке, которая затаилась в быстрос-реакции, ей нужно преодолеть свое торможение и активироваться и заставить себя бежать. Понимаете идею? Равно как и наоборот. Ежели меня выбесили и у меня уже срабатывает астрос-реакция, мне нужно затормозить свою астрос-реакцию и никого не бить. То есть это воля как переключение между этими двумя состояниями? Причем именно начиная с уровня торможения и возбуждения нервной системы. То есть вот здесь вот исходная, когда бабочка разворачивает крылья и птичка такая опа и улетела. У нее не сработала, допустим, тормозная вот эта вот волевая штука, а сработала первая астрос-реакция улететь, внезапное предъявление стимула свалили. Но если вдруг окажется птичка с устойчивой нервной системой и бабочка окажется не кошкой, то есть удачное стечение обстоятельств, то у нее сформируется условный рефлекс. И тогда воля будет выступать в роли вот этого вот тормозного механизма, который каждый раз, когда птичка вот это вот... Бросьте птичку, вспомните совершенно живой реальный пример. Наверняка у вас есть такие знакомые, вспомните, которые когда переходят через дорогу, начинают ее перебегать. Бегом, бегом, машину! Потому что тихо, спокойно, не надо, водитель не может понять, как ты будешь, ты непредсказуемо бежишь, иди спокойно, так будет безопаснее. Нет, не может, почему? Потому что тормозной механизм вот этой вот воли не срабатывает. Срабатывает эмоциональный механизм, допустим, астрос-реакция. Можно придумать и более сложное объяснение, я сейчас какой-то вот такой вот, совсем очевиден. Срабатывает эта астрос-реакция бежать, а волевой тормозной механизм не работает. То есть вот очень четкий пример, где работает воля вот на таком уровне. Субтитры понимаешь, что воля, она тут подобна науке кибернетики, науке об управлении. То есть, собственно, как управлять ситуациями, не давая им течь как попало, а так как надо. Мы там говорили, что у нас есть вот три основных регулятора. Эмоции, мотивы и воля. Ну, то есть она, да, она и один из основных управленцев, один из трех управленцев. И причем получается, что эмоции и мотивы, они могут быть реакциями на внешнее. Они, смотри, на внешнее или на внутреннее, но они всегда реакции. Это реакции. А воля, это нечто другое. А воля, это всегда не реакция. Ага. Воля не может быть как реакция. Ага. И они все три относятся к причинам наших действий. Не вижу. И скорее не столько к причинам, сколько именно к механизмам управления нашими действиями. Потому что причины их нельзя назвать. Я просто забыл, как ты сказал и что смог ты и сказал. Это скорее именно управленцы, которые вот эту вот всю нашу деятельность. Да. И если эмоции, это именно управленцы чисто моментальные, ну, в их исходном. А пока они не становятся длинными вот состояниями. Но их исходная задача, это вот начиная с чувственного тона ощущений и эффекта, дать моментальную быструю реакцию на изменившуюся обстановку. Да, и поэтому гопник на девочку, если в ответ получает аффективную сверхагрессию, он оказывается несколько ошарашен, типа, нифига себе, что это было пух, когда потом в себя приходят. Потому что вот это вот эмоциональный ответ, сверхагрессия, она тут же обеспечивает очень быструю и зачастую биологически адекватную, но то, что мы говорили... Он не ожидал. Абсолютно. Он уже, у него был проект, как его эмоция кого-то подавляет. У него если был какой-то план действий. Вот здесь вот резкое изменение, да, вот этот резкий аффективный ответ, он меняет этот план действий. А мотивационный какого плана был бы ответ? Ну, просто как пример. Возможно, неприменимо в данном случае. Нет, смотри, если в данной ситуации, то мотивационный очень неприменимо. Чувак, тебе что надо? Денег или в тюрьму? Если денег, на тебе 10 грешек, больше я не дам. Потому что я тебе буду выцарабывать... Я думаю, девочки пристал, девочка идет, резко ответила, а он высячил поговорил. Нет, девочка не... Чудеятельность не регулирует. Да, вы сейчас про девочку. Да, смотри. Я тогда обращаюсь к твоей мотивации. Чувак, а что тебе, собственно, надо? Если ты хочешь у меня 10 грешек отобрать, Бог с тобой. На, забери, проводи меня дальше тогда до угла, чтобы у меня другую купли. Купи мне фига. За 12. Ты же не хочешь показаться жалобом? Как бы должен ни остался. Или это будет волевое решение. Здесь совершенно четким примером. Только это не девочку, а старушку-учительницу. Которой гопник вот так вот напал. И такой, часы давай. А, так гордо становится. Нет, часы отдать я вам не могу. Могу отдать только классное руководство. Это будет ее волевое решение. То есть нет и точка. Ну, да. Смотри. По сути, воля начинает работать только в ситуации, когда у нас есть какая-то проблема. Пока проблемы нет, воля не работает, воля не нужна. Не включится. То есть если у меня... А если вдруг включается, то жди проблемы. Жди проблемы, да. Она смотря, она туда будет совершенно избыточным. То есть она начинает регулировать то, куда вообще-то влазить не должна. Пока у нас деятельность протекает в плановом режиме, пока все идет, как должно идти, воля там не работает и не должна работать, и не надо ее туда работать. Но как только у нас появляется... То есть смотри, тогда я выполняю какую-то деятельность. По достижению некой цели. Неважно, цели или предметы, потребности. Я сейчас не буду это разделять. В данном случае не принципиально. И вот здесь вот у меня на пути появляется какая-то преграда. С это цель, да? С это цель, да. АП это преграда. То у меня есть два возможных варианта реагирования. Да, смотрите. Я могу ткнуться в эту преграду. Потыкаться в нее. И сказать... Цель говно. Цель говно. Преграда непреодолима. Преграда все. Да и вообще не сильно так все это и хотелось. Я могу испытать фрустрацию. Я могу обесценить цель. И это будет, смотрите, либо выход в эмоциональную плоскость управления. Я не могу преодолеть преграду. Я никогда не смогу собрать это вонючее лего. Пошло в цена. А, а, а. Все. Фрустрация, агрессия, да. То есть уход в эмоциональное реагирование. Эмоциональный управляющий взял вверх и с шашкой на голову все раскидал. Либо меняется мотивационное. То есть в мотивации происходит смена. И это дает... Ну вообще не сильно хотелось. Или я художник, я так вижу. Нарисовал вот так. Ну не получилось, как хотел. Ну и ладно. Ну как-то ж получилось. Сила желания уменьшается. Посмотри, меняется... Мотиватор меняется. А я и хотел собрать не домик, а я хотел собрать жабу. Ну а то, что жаба такая, а ты собери лучше. А я хаос люблю. А я хаос, да. Жаба принца хаоса. А третий вариант. Я говорю, да не, чуваки. Так не катят. Я вот так вот. Хочу в садик. Я туда. А там что надо по дороге, там грибочков поесть или из флакончиков попить? Так не вопрос. Я же в садик хочу. Я преодолею все эти преграды. И тогда у меня опять включается волевая регуляция. То есть как только появляется преграда к деятельности, у меня появляется возможность включить волевую регуляцию. Но совершенно, кстати, не обязательно. Смотрите, вот эти вот трениры показывают, что здесь совершенно не обязательно ее включать. Это появляется возможность. Но тренировка воли может быть произведена такими вот упражнениями. Преодоление преград. А в другой просто она не будет включаться. То есть если нет... Другое дело, что мы преграды можем создавать себе совершенно искусственные. Я и говорю о тренировочных преградах. Да, конечно. То есть если у тебя есть человек, который не обладает волей, а ты хочешь его неким образом снабдить, можешь ли ты создать ему систему искусственных мотиваций, где преодоление преград будет постепенно... В данном случае очень хорошая двойная демонстрация работы воли. То есть срабатывает твоя воля как манипулятора. Ты вовлекаешь человека... Притекание воли. То есть ты берешь, применяешь свою волю для его подавления подчинения, для того, чтобы сформировать у него волю. Безвольная тряпка, у тебя должна быть сила воли. Нет, нет, нет. Есть же другие способы. Вовлечь каким-то образом, чтобы человек был как в игру играл. Но все равно ты меняешь... Ты смотри, ты это самое, ты просто пытаешься подыскать эфемизм сломанный... Да, да. Да, ты... Вовлечь... Вовлечь... Но почему же... Пусть захочет сам, да? Но... Захочет, потому что стала... Потому что ты выбрал интересный предмет, для того, чтобы он его мог закрыть. Да, да. То есть ты... Смотри, здесь спорить не то, что нечего, а более того, сейчас... Сейчас ее сюда и вытащим, это как противник, смотри. Давай. Я могу... Я могу в этом... Вот здесь вот, в проектной своей деятельности, я могу... Проект делать на изменение ситуации для себя, своей ситуации. А могу это делать для тебя. Я тебя поступаю в институт. Вот, пинаю ногами пять лет, чтобы ты получил диплом и потом устроился на хорошую работу на Барабашова. Понимаете? Бывает. Всяко бывает. О чем речь? О том, что я в проекте могу, применяя волю, как для себя, так и для тебя. То есть могу направлять на самоизменение, я меняю свою ситуацию, могу менять на подчинение и изменение твоей ситуации. А какое оно будет, то есть как оно будет там сделано, что я буду просто тебя давить, или я буду подталкивать тебя на путь рефлексии, чтобы ты сам понял, чего... Я хочу, чтобы ты понял, чего ты хочешь. Смотри, это тактика, с помощью которой я заставляю тебя сделать то, что я хочу. Все правильно? Либо же я с тобой хожу на фильм, который что-то там такое показывает, от чего мы оба прозреваем и решаем, что вот, а вот теперь сделаем вот так, например. Да, и там уже синхронизируясь друг с другом, там бросать курить легче вдвоем, с другом. Вы друг друга контролируете. Парное программирование возникло не на ровном месте тоже. Человек сидит и просто смотрит, что ты делаешь, просто смотрит. И внезапно качество твоей работы вырастает в разы. Ой, слушай, интересно, эта штука, она имеет свою, да, 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 конечно, и она имеет свою очень интересную обратную сторону в виде созависимости. Потому что разрушительная вот эта парная связь, она срабатывает точно так же. И более того, у меня даже была идея, я хотел девочку к нам пригласить, которая очень толково шарит в вопросах наркотической, алкогольной созависимости. Потому что работает вот точно так, как это может сработать в конструктивном улучшении. Точно так это может сработать в петлю обратной связи по ухудшению ситуации. Ты пьешь сам и разрушаешься, ну окей, я тебя поддержу. Ну да, у тебя же не получилось, что мне должно получиться. И мы вдвое вскатываемся в эту синюю яму намного быстрее, чем если бы каждый спивался в одиночку. Как пел один харьковский музыкант, будь слабее меня. Вот так. Давайте сейчас вот эту вот штуку чуть-чуть покрутим, потому что здесь очень много интересных таких вот нюансов. Более эмоций анативных. Я когда делаю какую-то деятельность, у меня всегда есть комбинация вот этих трех управленцев. Если я за этим не слежу, они там сами чего-то как-то вот это вот сами себе придумывают. Кто рулит, чего хаос. Если я задумываюсь об этих управленцах, я получаю возможность волевой регуляции. То есть это можно делать вручную их настраивание. Смотрите, какие тут могут быть из таких вот заслуживающих интересов комбинации. Во-первых, ну такой самый яркий, это когда мотив, очень вот эта вот потребностно-мотивационная сфера очень активизирована. У меня актуальная потребность, и мне очень хочется вот то, что вот там можно получить, и я хорошо понимаю, как это достичь. То есть мотив у меня прокачан, и все, и мотивация высокая. Но у меня еще и высокая эмоциональная составляющая. Мне это еще и все очень нравится. Это приятно, это кайфово, это драйвово. В принципе, классное сочетание такое. Это вообще звучит как сказка просто. Ну, то есть у меня и мотивация высокая, а еще и эмоциональный кач такой. Ух! Только почему-то ничего не делается. Воли нет. А воля здесь, смотри, воля здесь не нужна, потому что воля тихо спит в сторонке. Потому что мотивация есть, эмоции есть, никакой проблемы нет. Дело не делается. Что-то непонятно. Почему не делается, если мотивация есть? Говорят, что мотивации достаточно. У меня знакома очень сильная ситуация. Смотри, ситуация совершенно реалистичная. То есть это абсолютно нормальная ситуация. Когда человек... У меня же глаза горят, я хочу, у меня вот все это... Только ничего не делаю. То прокрастинирую, то просто не делаю. Не делаю не то. Чаще всего обычно живут тем, что представляют себя в уже готовом, созданном образе. Смотри, это способ, как... Это еще один способ, как не делать. Да. Вопрос, почему? То есть те, кто были в прошлый раз... А получается, что ты уже получаешь удовольствие, как будто бы ты уже этого достиг. Да. Алик, если ты хочешь, тогда воля как раз нужна, потому что проблемы же есть. Ага, совершенно верно. Смотрите, то есть вот в том-то и дело, что при естественном течении процесса, воля при таком раскладе не включается, потому что нет проблемы. Мотив есть, эмоция есть, дело не делается. Все это хорошо. А это не проблема? Смотри. Проблема. И поэтому нужно перестать делать, выйти в рефлексивную позицию, осознать, что есть проблема, потому что дело не делается. И включить волю. Потому что здесь что получается? Те, кто в прошлый раз были, мы говорили штуку про мотивацию. Есть такая противная хрень, называется закон Ерксадоцена. Что когда мотивации слишком много, оно работать прекращает. Что когда мотивации мало, а работать не хочется, за 10 баксов я не буду этого делать. Застой я это, сделаю с удовольствием. Вот если ты мне предлагаешь миллион, то я точно обломаюсь, потому что это по-любому подбор. Это не может быть. Правда? Я не буду этого сказать. Не сходится. Слишком уж шоколадно. Ну да, просто не составляет цельную систему слишком. Поэтому когда у нас и вот так, и вот так, у нас срабатывает закон Ерксадоцена о том, что давай-ка не будем ничего делать, потому что что-то слишком много шоколада. Тут тебе и мотивы, тут тебе и эмоции. Поэтому если, ну, тут эта штука имеет свою обратную сторону. То есть если мы кем-то манипулируем, то если мы одновременно включаем манипуляцию через мотивационную сферу и через эмоциональную, мы перегрузим, и тогда человек начнет подозревать что-то не то. Ловушку. Если мы хотим человека манипулировать, не надо включать так много мотиваторов. То есть мы должны включить что-то одно. Или делать человеку приятно, или показывать ему полезно. А когда мы нагружаем и то, и то, и то, сразу, ой, ну, тут ты что-то нас грузишь. Что-то здесь не здесь. И выходом из этой вот ловушки является выход в рефлексивную позицию, осознание проблематизации вот этого вот конфликта и включение силы воли для того, чтобы выбрать, что мы из этого тормозим, а что мы из этого активируем. Мы можем затормозить, например, эмоции. И сказать, да ну ладно, не такая уже, она и симпатичная, ну и вообще. Что значит затормозить эмоции? А вот так, а в чем проблема? Они же сами по себе быстрые. Пока ты их проживаешь, тебе не до торможения. Поэтому я, смотри, правильно, поэтому я говорю, выйти в рефлексивание, перестать делать вот то действие, которое ты делаешь сейчас. Потому что пока я эмоционально реагирую на конкретную стимуляцию, мне очень сложно что-то делать со своими эмоциями, особенно если это чувственный тон ощущения, то вообще почти ничего. Если это эффективно, то то же самое почти ничего. Но я только на уровне телесной саморегуляции могу сбрасывать мышечное напряжение или менять ритм дыхания. Но это максимум того, что можно напрямую делать в быстрой ситуации. Но прекратив деятельность, прекратив быть в этой ситуации... Ты можешь оценить это. Да, смотри, это не значит, что я должен на самом деле взять и уйти куда-то, запереться в комнате, в бункере и выйти в рефлексивное состояние. Нет, я могу остановиться на одну секунду и подумать, что сейчас происходит, а какие я сейчас эмоции испытываю. Стоп, а что сейчас происходит? Стоп, а что сейчас происходит? И тогда вот этот каждый раз выход... А почему я этого не делаю? Может быть, ну, потому что оказывается у меня одновременно и вот это, и вот это. Что из этого? Обесценить цель. Что мне тогда убрать, а что наоборот раскрутить? Может быть, ситуация... Смотрите, когда эмоции не сильно работают, но зато очень хорошо мотив прокачан. Сама штука, она меня эмоционально, ну, так, и не сильно цепляет, но зато очень мне хочется добиться этого результата. Мне это, вот, зачем-то это очень значимо. Очень денег хочется, очень хочется еды, очень чего-то вот оно вот зачем-то нужно. Тогда интересная получается штука. Гуля включается в форме такого вот ее... Ну, социально неодобряемого проявления, называется упрямство. Мне тогда становится неинтересно, что вы там другие по этому поводу думают. Вот так вот, это самая цель вижу, препятствия не вижу, я погнал. Я буду делать то, что я делаю, я буду упираться рогом, я буду упрямым. Опять-таки, в этом же случае может включиться, ну, еще одна форма, как негативизм, отрицание других идей. Вот я свою, я по-своему это вижу вот так, я свою цель хочу достигать, я знаю, какими средствами этого достигать. Эмоции у меня, ну, никаких не вызывает, и поэтому, например, ну, хороший, может быть, пример административного взаимодействия. Босс управляет работником. Не-не-не-не, делай вот так вот, а оно того не парит. Ты на меня можешь кричать хоть до всерачки, я тебя вообще не слышу. Я знаю, что мне надо делать, мне надо сделать вот так, мне надо сделать вот так, ты покричишь, успокоишься. А я буду делать свое вот так вот. И тогда включается негативизм, все, что ты мне не скажешь, я точно этого не сделаю, потому что я иду своим путем. То есть вот негативизм, например, там в подростковой фазе, там когда, там, у пацанов 13-15, может быть, сталкивались как-то, это самое, когда возникает такой, нет, 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 просто так. Да чего ж, ну я ж тебе по делу, нет. Вот это вот, смотри, вот это вот проявление работы воли, как фаза, вот в ее форме негативизма. Так сказать, гигиеническая функция, отбрасываем волю других. Да, 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 совершенно верно. То есть вот это вот волевое взаимодействие, когда я предполагаю, что все, что ты мне говоришь, это ты мной пытаешься манипулировать. Поэтому вот сначала нет, а потом мы разберемся и все равно нет. Так я вот недавно ощутил эту штуку, я понял, что у меня есть выбор, либо дать своему малому проявлять ту его волю и вминаться мне для этого надо. Ну, конечно. И это мне неприятно, что я вминаюсь. Но в то же время понимаю, что это же я для своего ребенка пытаюсь создать лучшую ситуацию в будущем. Пусть он вменет меня. Причем, да, очень интересно смотреть. Действительно, как бы вот тут несколько разных раскладок получается. Смотри, можно рассмотреть вот эту ситуацию, как твое волевое реагирование. То есть, смотри, у тебя есть два разных мотива. С одной стороны, у тебя есть мотивация сделать ему, возможно, вот это пространство для роста. То есть, там, где он может проявлять свою. А с другой стороны, у тебя есть потребность в том, чтобы он тебя уважал, например. То, что мы в пирамиде Маслою рисовали, потребность в уважении. А следующая вот эта вот потребность в реализации. Ты как бы свою реализацию, ты видишь в возможности дать ему реализовывать себя. То есть, два мотива, которые на разных уровнях пирамиды. И тогда появляется место для работы твоей воли, что ты можешь выбрать из этих двух мотивов. Какой для тебя становится более значимым. Сейчас. Ты выбираешь, что ты... Нет, чувак, я твой отец, и мне важно, чтобы ты меня уважал, поэтому будешь проявлять свою волю на толчке. Или ты говоришь, чувак, я здесь прогиб дам, мне вообще с тобой, я не запарюсь. То есть, поборол, поборол. Ты включаешь свою волю для того, чтобы подавить вот эту вот свою потребность. Ну да. Ты его отключаешь и говоришь, ну, как бы, здесь я готов обойтись без вот этого толки, не вопрос. Пусть он меня тут победил. Так победил по-настоящему. Мне по-настоящему обидно, понимаешь? Понимаю. Смотри, поэтому здесь же, ну, себя нельзя обмануть. То есть, ты можешь это как в процессе делать сколько угодно, но по факту, то есть, ты все равно знаешь, что победил. То есть, вот насколько я чувствую себя побежденным, настолько он, по идее, может почувствовать себя победившим. Хорошо, если так, кстати, да? Хорошо, если ты побежден, а он не победил. А если он смотрит на эту же ситуацию, то, что... Вот так, да. Если он есть, да. А если он на нее смотрит просто по-другому, он очень ученый. Ну да. А разве хорошо, когда ребенок понимает, что отец безволный? То есть, это тоже плохо? Нет, речь не идет о больном безволии. Речь идет о сортировании ситуации. Смотри, ну, это еще может быть одна, это же еще одна точка зрения, да? То есть, когда, например, в рефлексии ребенка, ты ожидаешь, что у него возникнет представление о себе, как о волевом человеке, который может добиваться поставленных, вот он ставится ли целей, он самостоятельно поставил целей и добился. В данном случае, ценой победы над твоим мнением. В том числе. В том числе. И над моим тоже. И над твоим. Даже над моим. Ира говорит о том, что, если я тебя правильно слышу, что ты ожидаешь, что у него будет основным пунктом формирования, я волевой человек, который может преодолевать препятствия. А Ира предполагает, а не сложится ли у него там представление о том, что ты безвольный человек? И что это не преодоление препятствия, а просто папка безвольный. Что там было преодолевать? Просто не папка, а отрядка. Ну, поэтому папка время от времени должен свою волю проявлять тем, что проявлять. И таким образом миф о безвольном папе не должен существовать. Смотри, или тебе плевать на этот миф, и ты говоришь, что представляешь себе, что хочешь. Но тогда же не достигай своей главной цели. Он не становится человеком с представлением о своей воле. Не обязательно. Просто для тебя эта конкретная ситуация не будет выгнана. Может не сыграть, как и у него воспитание. То есть, тут интересная такая вот. Здесь, смотри, здесь можно было бы вот сюда давать, вот как раз хорошо привязать. В чем воля может у нас проявлять? Ну, вот такие вот, знаешь, как... Потому что если упираться просто, что воля, это как вот, ну... Кто кого, кто кого, да. Это, ну, не прикольно, это очень маловидно. Примитивная самая... Потому что, смотри, она может проявляться в каких штуках? Например, воля может проявиться вот в таком вот... Очень крутом, как... Как это сказать? Вот это вот... В достижении какой-то сложной и большой цели. Смотри, не просто, а той, которую я сам себе поставил. Самая вот эта вот воля самореализации. Я вот такой. Причем цель на самом деле может быть совершенно небольшой. Цель может быть совершенно маленькой. Я могу себе поставить цель научиться делать мячиком вот так. Это очень маленькая цель. Да, вообще маленькая. Но я сам ее себе ставлю. Я сам продумываю, как я ее... Да, я тренируюсь, я ее достигаю. И я самореализуюсь, то есть я удовлетворяю. Смотри, мне это не нужно для низких уровней пирамиды Маслова. Это мне ничего не удовлетворяет. Но оно удовлетворяет мою верхушку, да. Вот эту вот самореализацию. Я увидел себя, умеющим делать вот так. Могу ли я стать таким, каким я себя увидел? Здесь это очень сильно нас пробрасывает, если вспомните, вот эту детскую фишку про синкретичность, склеенность мышления. Когда ребенок капризничает, вот пить только из этой чашки, ходить гулять только в этих ботиночках. Он склеил себя, я, я с вот этим образом. И он проявляет свою силу воли, но в виде вот этого упрямства. Потому что у него нет другого способа реализации воли. Это его контрольная ситуация, это его волевое. То есть оно может соскальзывать в эмоциональную, например, в истерику. Это может соскальзывать в мотивационную. И ребенок может начинать рассказывать какие-нибудь, ну, завиральные истории о том, что я в этих кроссовках в школу не пойду. Потому что если я пойду в этих кроссовках в школу, все пацаны будут надо мной смеяться и говорить, что я лох, я не хочу чувствовать себя лохом. На самом деле они ему просто не нравятся. Они просто в его картинке, он в других. Он знает, что на родителей надо действовать через мотивы, что орать бесполезно, рогом упираться, так еще и тапком получишь. А вот если хорошо замотивировать, все прокатит. Я же замотивировал, все нормально, работает. А в другую ситуацию может упереться именно в волевое решение. Вот в эту упрямство и сказать, нет, я в этом не пойду. Ни истерик, ни мотив. Почему? Потому что не пойду. Ну можешь объяснить? Нет, не хочу, не буду. Смотрите, да? Действие одно и то же, но может быть в трех разных регуляторах отыгранных. Воля может проявиться еще в очень интересных формах. Например, планирование. Если мы говорили о том, что вот это действие в плане, это не требующая воли, то само планирование, составление последовательности действий, это, как правило, волевое действие. Потому что наше мышление как таковое, оно очень ассоциативное. И составить последовательный план действие, а потом последовательно его выполнять, то каждый раз, когда в плане мне нужно двигаться вот так вот четко, шаг за шагом, я опять оказываюсь в необходимости применить сюда волевое решение и не уходить вот в этих вот ассоциативных, не уйти гулять в ассоциативное поле. Следовать своему же плану, хотя в конкретные моменты у тебя будут появляться другие мотивы и эмоции. Это какая-то, ох, блин, тут такая мысль. Опа, и уехал куда-то. Скажи. Это совершенно центрально. Смотрите, а когда, допустим, человек все время перескакивает с темы на тему, не может рассказать вот эту историю, это тоже слабое. Смотри, да, это не срабатывание волевую регуляцию. Не срабатывание волевого рассказа. С одной стороны, то есть, смотри, здесь должны сработать две ее вот эти вот формы. С одной стороны, должна произойти форма возбуждения. Вот то конкретное, о чем я хочу сказать, оно должно у меня возбудить этот вот, ну, слушайте. Ну, я очень метафоричный, то есть, не принимайте в смысле буквально. То есть, у меня должна зажечься вот эта вот лампочка на карте, что я двигаюсь вот сюда. Но в то же время у меня должно произойти торможение. Я должен затормозить те лампочки, которые начинают отвлекать меня. Иди сюда, чувак, а здесь тоже прикольно. Ой, зайди к нам. Не-не-не, чуваки. То есть, вот эта вот картина, когда я на автопилоте иду домой. Вот это вот в чем-то может... То есть, торможу все остальные, а вот то включается. Я говорил, несоблюдение плана рассказа. Как-то переключается. В проекте получается. Вот я все время сбиваю Антона, он возвращается. А я возвращаюсь. У меня в данном случае, понимаешь как, и воля работает, и структурированность. То, что я делаю себе вот такие вот схемки, мне позволяет не идти по плану. То есть, если у меня есть конспект лекции, я читаю лекцию, я иду вот так по плану. У вас уже были такие лекции? Да, были. Были ли у нас другие? Все были такие. Нет, другие у них по-любому были. Ну, у нас как раз далеко не так, чтобы это самое. Я к тому, что могли уже и быть, могли уже и попадаться на тех, кто лекцию читает именно вот по плану. Подались? Да, то есть, вот у меня есть планы, поэтому все вопросы, если останутся после лекции. Лекция закончена, спасибо, до свидания. В планировании я тогда здесь не допускаю вот этих вот отвлечений. Да, тут ты как бы карта рисуешь. Смотри, а здесь у меня карта. И я точно знаю, куда мне надо прийти, да, куда мы идем, мы идем вон туда. При этом по дороге у нас есть вот эти, вот эти, вот эти, вот эти пункты. Мы можем через них пойти вот так, вот так, вот так, а не какие-то включить. Какие-то пропустить, а какие-то по дороге обнаруживаются. Упс, уф, прикольно здесь еще и такое было. Возвращаясь к форме проявления, давайте будем включать. Смотрите, что мы сказали, самореализация. Планирование дисциплина. Потому что подругание себя дисциплине, это тоже волевой акт. Делай раз, делай, да я сейчас хочу, нет, делай три, да ну вот же, делай четыре. То есть, вот это вот упорядочение, это волевой процесс. Поэтому следование четкому вот этому плану, чувствительнее, это тоже то, что будет требовать работы воли, но не на уровне целеполагания, а на уровне вот этих вот каждого шага конкретного действия. Приведу такой пример. Представьте, например, может быть, кто-то сталкивался, стоматология. Ну ладно, если там нужно, там просто пломбочку поставил, а если это превращается в какую-то вот процедуру, то можно вот очень легко показать, как это работает. Допустим, мне надо идти к стоматологу, и я боюсь к нему идти. У меня эмоциональный регулятор, мне говорит, чувак, не хочу, не прикольно вообще ни разу. И мотивационный минусовый. Мотивационный тоже минусовый. Мотивационный говорит, прикинь, это еще и по деньгам попадешь какую-то. Не пойдем давай, наверное. А тогда включается волевую. И разбивается все на отдельные шаги. И волевой регулятор обеспечивает такое. Так, делаем шаг раз, делаем шаг два, делаем шаг три. Глаза бойца руки делают. Да, четыре. Ой, здравствуйте, я пришел к вам кубоченей. Заходите, садитесь, делаем шаг раз, делаем шаг два. То есть каждый шаг становится именно объектом волевой регуляции. Я себя... У меня эмоции отрицательные. Смотрите, вот это обратная ситуация. Эмоции отрицательные. Мотивация очень низкая. И вот здесь тогда работает на максимуме роля. Оставай что-то. Это планная дисциплина. Дисциплина, самореализация. То есть вот это вот, да. А можно ли на месте перекрасывать эмоциональные фоны, подумать о чем? Ну, пусть тем... Денег, конечно, много надо подрать. Но здоровье... Можно, Антон, да. Если ты умеешь это делать, да, конечно, можно. Но это будет просто быстрее, что каждый шаг... Смотри, это зависит от того, какими ресурсами ты обладаешь. Если ты обладаешь умением изменять свои эмоциональные состояния, или переживания, или менять свою мотивацию, то ты можешь это делать за счет этих ресурсов. Да, конечно. Мы далеко не все способны к этим трансформациям. То есть есть специальные психологические техники, ну, типа вот рефрейминга, например, которые позволяют менять вот это эмоциональное переживание. А что в этой ситуации хорошего? О, отлично. Зато это будет мне тренировочка стрессоустойчивости. Да, как бы я плачу, но я уже теперь плачу. Я за эти деньги, я получаю не только здоровый зуб, а я еще и получаю тренировку по стрессоустойчивости. И тогда я могу немножко снижать свою волевую, то есть мне тогда волей не нужно уже так сильно давить. И вплоть до того, что может оказаться вообще не нужно ее и включать. То есть тогда, о, да, нормально, все. Или я мотиватор, нахожу другой, я нахожу вопрос. Мне надо идти делать зубы. А ты же к стоматологу не ходишь, поэтому зубы не чинишь. Потому что они у тебя здоровы. Поэтому если ты мне проплатишь, моего стоматолога, это будет вообще замечательно. Ну, обшудная ситуация. Ну, байдума. Ну, фантазировать там. Это называется мечта. Сейчас, сейчас, смотри. Тут по-разному. Сейчас включим. В данном случае не мечта, а фантазия, скорее. Потому что мечта, это если бы у меня было стремление к реализации вот такого проекта. Чуть-чуть-чуть позже вернемся вот к мечте реализации, доберемся сейчас до нее. Давай еще вот про реализацию, про волю. Смотрите, мы говорили про две другие. Мы говорили про упрямство. Это как проявление боли. Да. То есть те формы, в которых воля может проявляться. Воля может проявляться еще в нескольких интересных каких-то ее формах. Они очевидны, мы о них все знаем, просто чтобы их сюда же на схемку вытащить. Такое классическое проявление воли – это терпение. Терпение, как способность продолжать деятельность в неблагоприятных условиях. Условия неблагоприятные, а я все равно делаю. То есть это направлено в данном случае, та преграда, которую я преодолеваю, она не настолько критична, чтобы мне нужно было через нее как-то перелетать, а мне нужно просто продолжать вот это движение. Ну, сталкиваемся с этим постоянно, да, например, если мы говорим про когнитивные процессы, то, например, продолжение эффективных когнитивных процессов в условиях монотомии. То есть когда тебе нужно решать одни и те же скучные задачки, вести одни и те же скучные телефонные разговоры, общаться с одними и теми же скучными людьми, делать одну и ту же скучную рутинную работу, а ты ее продолжаешь, берешь и делаешь тот же эффективно, как и вначале. Здесь нужна воля для того, чтобы преодолевать утомление от монотомии, от однообразной нагрузки. Однообразная нагрузка вызывает у нас естественный процесс, когда лектор спокойным голосом в течение полутора часов рассказывает какую-то очень интересную, наверное, ему тему, используя очень сложные научные термины, не интонируя и не приводя примеры, а просто спокойно рассказывая серьезные и умные вещи, то по-хорошему на третьей минуте начинаешь засыпать, потому что монотомия. И тогда, если сила воли срабатывает, если этот ресурс есть и умеешь его использовать, вот этот регулятор работает, тогда он направляется именно на преодоление вот этой вот монотомии. Я тогда начинаю вслушиваться, что конкретно ты говоришь, я начинаю думать, я начинаю как-то искусственно поддерживать вот эти вот когнитивные процессы. Я должен начинать либо искать смысл в тех словах, которые он говорит, либо пытаться понять, либо еще что-то, либо представлять этого там человека подвешенным за ребро на крюк. То есть я должен как-то оживлять картинку, делать это сам. В худшем случае ты говоришь вместе с лектором, перебиваешь его, представляешь себя скорее. Это еще не самый худший случай. Конспектирование – это один из способов, кстати, преодолевать. Да, согласен, смотри. Он не потух, я его просто потушил. Чтобы рефлексия не возникала у Антона. Это была произвольная, длительная ситуация. Тебе как лучше, чтобы ты видел себя или нет? А мне все, я вообще не могу. Я потушил, чтобы тебя не отвлекало, как ты там ходишь с задержкой 5 секунд. Не, не, я иногда тут и так, это самое. Вот там чувак ходит, прикольно, привет, чувак. Но в целом меня не смешает. В этом плане очень смешной был опыт. Полсекунды в сторону у Фройда. Многие съемки в фильме в роли Тисея, который в Крыму выходит из какого-то лабиринта. Я был покрашен в рыжий цвет. И ходил по этим. Ну, короче. Мы были в этом киногородке, я думаю. Это в Солнечной долине. Нет, это вообще было ни в каком-нибудь городке. Это было в Двуякорной бухте. Туда приезжали, это еще задолго до всяких этих военных действий. Москвичи снимать какой-то это самое. фильм. Возле Лисей бухты? А Двуякорной нет, оно не совсем. Все, понял. Окей, ладно, возвращаемся сюда. Смотрите, здесь у нас... Терпение. То есть, и это именно вот это вот продолжение. То есть, у меня уже есть какое-то действие, которое я делаю. То есть, это не инициация действия, а это вот действие уже идет. Инициация действия тоже интересны здесь два, которые будут к инициации. Это, во-первых, сама, собственно, инициативность, а во-вторых, решительность. Это тоже две характеристики волевого поведения. Инициативность, это способность, следует из названия, инициировать, включать свои какие-то деятельности. То есть, не быть реактивным, а быть проактивным. Я сам себе придумал какой-то хобот, и я его хобачу. Я придумал, я вот это и делаю. Мне накатило, я пошел. Фраза инициатива наказуема, соответственно, это слабо вольных людей. Смотри, это фраза управленцев, для того, чтобы вот эту инициативность погасить. То есть, это как раз фраза управленцев для людей с инициативностью. То есть, если ты будешь вот такой инициативной, будешь вот эти умные фразы говорить. Говорят, что происходит из армии. Ага. Там как раз, где надо, чтобы приказы командира не обсуждались. Отдам на воспитание русских. Я на самом деле не был в армии, и думаю, что может быть... Это же самое ужасное, понимаешь? Может быть, стоило побывать, на самом деле. Потому что, если бы, когда человек знает систему, он понимает, что ладно, можно, наверное, гражданского так и не щемить. А когда ты в ней только о себе имеешь какие-то страшные представления, так что от тебя ожидать неизвестно. Решительность – это готовность... Вот смотрите, инициативность, она обеспечивает вот то, что у меня появляются вот эти вот проекты. Я готов их вот начать делать, а решительность позволит их таки начать делать. Причем отбросив, возможно, другие проекты. Отбросив другие, преодолевав какие-то сопротивления. То есть, смотрите, если инициативность, что... А может, давайте пересядем? Я инициирую. А решительность так, чуваки, пересядьте, пожалуйста, вот так. Я беру и реализую этот проект. Для этого нужно быть тогда... Есть вот авторитет в этой группе, чтобы... Смотри, это... А давайте пересмотрим. Это один из инструментов, например, авторитет – это один из инструментов, который ты можешь использовать для вот этой вот... Для дальнейшей реализации. Да. То есть, ну, решительность – это то, что тебе... Понимаешь, как? Опять, здесь, смотри, здесь очень интересная штука. Решительность – это просто у него сказать, наверное, давайте присядем. Как факт, получилось, не получилось. Да, 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 то есть решительность – это то, что позволит сказать. Не гарантирует успех. Не гарантирует. А если я заранее знаю, что успех не гарантирован, то зачем? Вот. И тогда, смотри, и вот именно в это время начинает работать воля. Потому что, если я знаю, что успех гарантирован, мне не нужна здесь волевая, как бы, мне воля здесь не нужна, мне не нужна здесь решительность. Кроме непреперпестинации. Потому что, смотри, ну, разве что да, преодолеть вот это вот... Вот у меня как раз два... Но, если я знаю, что у меня есть готовые инструменты, которые будут работать я захожу в аудиторию я преподаватель группа встать я точно знаю что они встанут потому что я еще и клацаю затвором дробовика и они понимают что да наверное лучше встать а если у меня нет ни дробовика ни авторитета ничего то тогда у меня есть только моя решительность я захожу на голые решительности я говорю чубаки встали поздоровались как положено здороваться они вот это как обычно потому что если есть инструмент тебе не нужно будет если у тебя есть готовые тучины инструменты знаешь все будет в порядке воля здесь ни при чем здесь она уподобляется вере становится близко к вот ты описал ситуацию когда нет ресурсов но решительность должна остальным и тебе самому внушить веру в то что это сделано будет опять это вот та же самая штука передергиванием ситуации я ситуацию уже представь что она должна быть вот такой я теперь вот эту текущую реальную ситуацию но нет у меня никаких для этого ресурсов нет казалось бы это еще то есть когда я продолжаю вкладывать свои ресурсы то есть она будет вот нам пересекаться с вот этим вот с терпением но если терпение это в данном случае как бы минимальное преодоление вот я продолжаю деятельность то настойчивость я вкладываю достаточно много энергии для того чтобы продавливать всю эту ситуацию перетягивать ее если здесь как бы подстройка под ситуацию то здесь это настойчивость как проминание ситуации под себя а то есть терпение это регулярное я подстраиваю реагирование реагирование я подстраиваюсь я проминаюсь под ситуацию а настойчивость это регулярная активность да проактивность я продавливаю ситуацию под ту какую она должна быть нахал козелу бери руку ни ты ни ту ни оттуда очень настойчиво решительно ладно очень решительно в итоге многие уберут много рук кто нибудь окажется но и одно из таких интересных з System которой должно быть → Gods или только это как для слабо до г зато handed инструмент управления. Я должен сам пережить акт волевого управления как легитимный, как правомерный. Как некое добро, причиняемое тобой. Смотри, добро оно будет. Добавлю ли я ему какую-нибудь эмоциональную или когнитивную оценку? Это хорошо. Главное, чтобы я его оценил как правомерное волевое управление. А что ты мне тут указываешь? Причем это может быть равно как по отношению к самому себе, так и по отношению к нормам. Потому что это авторитет. Если ты принимаешь моё волевое влияние как легитимное, то ты начинаешь получить авторитет. Ты говоришь, что я делаю. Ты легитимизируешь моё волевое влияние на себя. И если мы эту легитимность обеспечиваем, то тогда дальше боля начинает работать. Причем по отношению вот смотри. Представь, допустим, ты приходишь на тренировку, а тебе тренер говорит, упор на кулаки и стоишь. И ты такой стоишь, стоишь. Чувак, я уже обломался. Он тебе говорит, стой. Ты такой, да ну не гони, ну больно, ну вообще не прикольно, а то он тебе, стой. Он очень легитим. Если ты принимаешь, да, по сути договор о чем? Если ты принимаешь меня как тренера, принимай мои методы тренировки. Легитимизируй мою волю. И тогда ты включаешь терпение, ну ладно, окей, стою, троплю. Это может быть еще дополнительным мотивирующим фактором. Причем, если ты заплатил деньги, то я могу туда не включать твою, да я могу тебе не говорить, что чувак, терпи, это воля, ты должен быть волевым чуваком. А ты можешь обломаться? Денег ты мне уже заплатил. Самым честным образом студентам говорю на занятия, ребят, вы можете вообще обломаться и не ходить на занятия. Деньги уже заплатили. Я вас вот этим волей не буду щемить. У вас вот мотиватор. Ты хочешь становиться умнее? Ходи, покупай мозги. Не хочешь? Покупай пиво. Делай, что хочешь. Не хочешь? Денег за мозги ты уже заплатила. Это тоже проблема. А получишь на них пиво? Нет. Пиво за них получу я. Да. А ты за них получишь диплом. Да. И то не ты. Да. 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 по отношению к кому прощения вольтовой процедуре. Мы говорили, что первое, это когда я вольтовой процесс направляю по отношению к самому себе. Я сам и регулирую. И тогда вопрос легитимности в отношении не уйдет. ... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Да, 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 это то, куда он попал. Поэтому, я думаю, что проблема переброски из репсии в детстве, это не очень. Это точно так, как обратная проблема, когда человек находится в детстве и не может перестать в круге, остановить опаду. Это две правильные точки, которые в нем есть проблемы. И вот, чтобы эти проблемы решать, придумали каждодневные стендапы. Все стоят в кружок и отвечают каждый по очереди на три вопроса. Что я делал вчера, что я делаю сейчас, какие у меня проблемы, что меня блокирует. И несмотря на эту каждодневную синхронизацию, он умудрился через полторы недели протащить вот это свое маленькое дело внутри проекта. Он писал длинные письма, он задействовал других людей, требовал, чтобы они ему отвечали на вопросы. В результате он ничего не сделал, потому что он пытался разобраться. Придет в какую-то пользу, но свою задачу тоже не летал. То есть чисто за счет упрямства попал тяжелый отсюда. Оказалось, потом что-то вообще не было. Просто, вообще. То есть вот эти вопросы, как у нас выделили, как у нас выделили, как у нас выделили, как у нас выделили. Для этого же придумано, чтобы люди не задерживались. Где? Это эффективная позиция, где поэтому вы возьмёте себе вопросы, чтобы они вот там выделили. Так вот это и не есть. Он говорит, я конкретно пишу письма. Да. Поговорим по-другому. Потом на перерыве. Поговорим по-другому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ... 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 Причем это конечно обращение к самому себе. С одной стороны, я сам себе говорю, что надо, да, надо, 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 что это сам на продвижности, и это тоже очень легитимное, что я сам себе понимаю, что это не советы. А с другой стороны, я сам себе говорю, что это не советы, это не советы, не заводится на себе, не советы. Знаете, когда вы, в тот месяц, в такой момент, оба машины легитими, оба работают и когда, если я продолжаю на протяжении, они могли идти, когда должны были эти вопросы, которые должны быть так делом, и в других х делом. Если самолетам, если вы не надеются индейской рекламной или ученой, еще что-то, под Идицией, Важно, что тебе нужно перестать быть в позиции длительных, а так в позиции рефективных. Вот это вот в физике рефективность, это первое, чтобы не замыкание в этом состоянии реализации. Важно, что у меня сладкая воля, а у меня сладкая воля, что это все, как развлекает эту прекрасную оправу, и у меня сладкая воля, что это все, что ты предлагаешь, не поменять себя с медицинского ответа, поливоводиться, но все, что тебе нужно, что тебе нужно, и на следующий день это опять сработало, но я договорился, что мне всегда не потихоньку. Вот это для нас. И я вот это, я могу сказать, что это, что здесь нестаяние, здесь не просто нужно, здесь никуда на пролюбе, здесь никуда применить волю. Дальше он показывает, что мне никуда на пролюбе применять волю, потому что я не понимал, что тебя дарить, вот это все стоящее, вот это вся ситуация, которая на себе не имеет. Дальше он показывает, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Ну, а не конкретно. И тогда смешается акцент волевого действия. И не просто мне нужно придурать на скопровую волю, и тогда я должен найти способ обеспечить выбор, если вот эти моменты не может быть. И основная у меня смешается делать выбор для интеллекта. То есть, принятие решения. Принятие решения, по решению вема. Я буду... Я увидел, что контактуете, выбираешь. как предыдущие я потому что могу там сидеть принять все решено вылезное решение но если не решили вот этого конфликта они не хотят и когда вы решили что они не решили как они решили все забирать значит как родители я требую чтобы ты мог за собой посудить и я же тебе сказал и 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 с одним объектом волевого решения. Стой! 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 Смотри, когда ты не сопротивляешься, мне здесь нет, я не могу показать всю волевую проблему. Хотя на самом деле, когда ты сопротивляешься, я продавливаю свою волю, дай телефон, а ты своей волей продавливаешь себя, то ну ладно, не так. Естественно, конечно, да, смотри на... Вот это тот квадрат, где волевое управление объектом. Я субъект, ты объект моего волевого воздействия. И сам по отношению к себе, в этот же момент, ты сам по отношению к себе, ты по отношению к себе, сам мою правильную. Ты своей волей подавляешь свои стремления к сопротивлению. То есть, ты не хочешь давать телефон, ну ладно, да, да. Ты подавил вот это свое сопротивление, ты сам себе объект и объект. А когда мы говорим про изменение ситуации, вот это и есть именно проективная деятельность. Целевая, проектная. Когда... То есть, если у меня есть ситуации, то есть, например, при раскладе числа, когда нам говорят, что вот все, вы те же самые силы, все это же самое, вы просто меня любите, управляете, да? Почему так вообще не поднял? Как так? Ну, сама такая ситуация, у нас есть какие-то, мы их вообще воспринимаем с другим категориям, с другим глобальным. Подпишите, на самом деле, у нас с днем, это не просто днем, есть такой образ ого собрания. Я попробую сейчас отфиксировать это все вместе. Вот смотри, от глобального совсем маленьких, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...